Инициатором новой хартии выступила городская администрация с целью сохранения постолимпийского нематериального наследия. То настроение, которое было у сочинцев в период проведения зимних игр, не должно кануть в лету. Сочи теперь, по сути, новый курорт, в котором должны жить позитивные люди. Во всяком случае, городская администрация взяла курс на то, чтобы создавать людям условия для хорошего настроения. Акцент в первую очередь будет сделан на старшее поколение сочинцев. Мы должны им предоставить возможности участия в художественной самодеятельности. Мы должны им предоставить возможность, чтобы они в скверах и парках играли, в шахматы, шашки и так далее. То есть мы должны создать условия, чтобы люди на самом деле почувствовали себя счастливыми, нужными для общества и всегда позитивно настроены. Сегодня хартию подписали врачи, педагоги, работники культуры, представители общественных организаций и национальных общин Сочи. Все в один голос говорят, здоровье человека зависит от его настроения. Во многом сам больной может себе помочь, если поменяет пессимизм на оптимизм. Научиться улыбаться новому дню друг другу, уметь не навязывать свои проблемы, всему этому предстоит учиться. В том, что все получится, собравшиеся не сомневаются. Ведь предыдущая хартия «Сочи без табака» тоже поначалу не всеми была понята. Тем не менее, люди осознали, как некрасиво выставлять на показ свои пагубные привычки. И в Сочи курить стали меньше. В числе тех, кто присоединился к хартии и волонтеры серебряного возраста. Подписывая хартию, я думала о том, чтобы жители нашего города серебряного возраста жили в золотых условиях. Чтобы люди улыбали, чтобы люди искренне улыбались, чтобы люди чувствовали себя нужными в этом городе, чтобы люди чувствовали свою значимость, чтобы они действительно были счастливыми, добродушными, улыбчивыми и гостеприимными. Потому что от Сочи город-курорт. Создавать гостеприимную среду в городе будут сами жители. Им предстоит быть и более ответственными за свои дворы и детские площадки. Одно из направлений хартии – социальная активность. Молодежь Сочи летом провела акцию «Чистый двор». Сами убирали, сами же потом и устраивали праздник всем двором. Сегодня с началом нового гуманитарного проекта, в который будут вовлечены все сочинцы от мала до велика, был дан старт большой работе под названием «Я люблю Сочи». Елена Всецина, Ярослав Пархаев, телекомпания «ФКТ».